и так значит мы начинаем мы начинаем вообще новый цикл новый цикл занятия на что старый цикл занятия мы прервали и когда прервается что-то уже второй раз начинать не получится как есть известное выражение нельзя два раза вступить в одну и ту же реку то есть абсолютно верное выражение и мы первый цикл урока у нас первый цикл уроков шел по пасуку из мишли который звучал так что нер митсва значит нер митсва это заповедь это как свеча в это ра это ор тора это свет и дыра ха ха им путь к жизни это только ход мусор исправление качестве то есть такой пасук мишли и мы поэтому изучали вначале мы изучали повелевающую заповедь из торы какую-то дыра ха шем книгу мы изучали путь бога в которой рассказывалось конкретно о том как а значит каким образом вообще вся эта система работает и потом мы изучали немного мишли немного мишли это как исправлять себя как психология торы а сейчас сейчас вот мы приближаемся к празднику шавод дарования торы и есть очень интересный другой пасук который звучит так что дэр хэрэц кадма литара дэр хэрэц это правильное поведение путь дословно переводится дэр хэрэц путь земли это было перед торой то есть если мы посмотрим как вот книга пять книг торы да есть пяти книжек мосеева первая книга там не было никаких заповедей практически а там был рассказ о том как жили про отцы как жил авраам как жил иска как жил ноах до этого как жил адам то есть вначале идет правило поведения потом на них если поведение правильно на них очень хорошо выстраивается тора и мы поэтому сейчас я подумал что будем все-таки учить больше мишли мишли это самый правильный подход к тому как надо себя вести вот дэр хэрэц лучше мишли никто не объяснял как как в этом мире правильно себя вести в соответствии с божественной мудростью и когда выстроен вот этот вот фундамент на него тора ложится очень хорошо то есть мы в конце будем чуть-чуть продолжать изучать изучать книгу краткую книгу заповеди значит опять начнем сначала ну потому что их осталось нам все 87 до повторением отечения и вот я сомневаюсь вот в этой записывающей программе немного сомневаюсь есть аудио да на всякий случай есть класс давайте потому что я сейчас записываю новой программы да давай запишем чтобы было потому что я хочу это чтобы те люди пишут да да идет запись много людей пишут что вот почему вы прервали уроки хочется очень что в ютюбе слушали очень много людей уроки первый урок прослушала 18000 человек вот из того цикла то есть в общем было там 55 57 уроков и в среднем каждый урок прослушали больше чем самые последние уже где-то по полторы по две тысячи человек прослушали то есть она имеет огромную пользу то что мы здесь собираемся имеет огромную пользу не только для нас но и для тех людей которые как бы присутствует с нами через интернет через интернет через видео и сейчас мы изучаем книгу мишли мишли притчи шлома бен давида книга мишли значит интересно как бы предисловие предисловия вот сам шлома мелаха начинает книгу притчи царь сам он начинает книгу притчи с того что говорит, кто он. Он говорит, вот Мишли Шлома бен Давида. Это, говорит, Машалим, примеры, примеры, притчи, да, на современном языке говорят, вот эти примеры, они как притчи, когда с помощью простых понятных вещей передаются глубокие какие-то смысловые понятия. И вот он говорит, что, вот, говорит, Мишли, притчи Шлома бен Давида, Шлома сына Давида, Меллах Исраэль, царя Израиля. Значит, он вначале представился, но давайте-ка глубже заглянем, кто такой был Шлома Меллах, чтобы понять, откуда эта великая мудрость, которую мы сейчас будем изучать. Значит, Шлома Меллах, начнем так вообще в корне чуть-чуть, уйдем. Иверистский народ взялся из трех основ. Был Авраам, праотец Авраам, Ицхак и Яков. Это было три великана, вообще великана восприятия, духа, интеллекта, которые соединились с Богом. То есть Бог с ними напрямую взаимодействовал и выстраивал с ними взаимоотношения, что они полностью понимали Бога, полностью шли только по тому, что Бог говорил, надо делать. И Бог с ними соединился и сказал им, что все говорит. Вот теперь вы вот этот вот спецназ, который в этом мире реализует то, ради чего мир этот создавал. То есть Бог создавал мир и в нем человека, чтобы человек вернулся к Богу, служил Богу. То есть в этом была цель создания человека. И Бог говорит, вот вы, значит, Авраам, Ицхак и Яков, вы единственный из людей, постигли вот эту цель, ради которой я создавал мир. Вы полностью готовы этот весь мир, включая своих детей, свою жизнь, себя полностью готовы отдать ради служения мне. Значит, как раз вот я с вами заключаю союз, что от вас пойдет вот этот вот народ спецназ, который будет, народ коинов, священников, который будет служить мне, то ради чего я создавал мир. Хорошо, значит, они, у Якова, Яков получил имя Исраэль, у него родилось 12 сыновей. И потом один из сыновей, он оказался в Египте, мы знаем всю эту историю, да, Юсеф. То есть получилось, что Бог видел, что для создания народа, для создания народа нужны специальные, такие очень тяжелые, очень жесткие упражнения, такие прямо, ну, давления. Он сразу Аврааму сказал, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле, будут их там очень сильно угнетать, и они там будут сильно страдать. Но потом они выйдут оттуда уже сильными, с большим достоянием. Бог имел в виду, что большое достояние, с которым они выйдут, это Тора. То есть вот как раз, когда они пройдут весь этот путь, как Египет назывался, котел, плавильный котел. То есть их там сжало, перекрутило, то есть все слабые исчезли, то есть все примеси исчезли и вышли оттуда в спецназ такой. Бог с ними вообще делал там 10 казней египетских, чтобы они увидели вообще, как этот мир работает. Потом море раступилось, потом 40 лет в пустыне. То есть он их тоже очень сильно готовил, и вот они зашли в землю Израиля. Зашли они в землю Израиля и сломались. То есть они были очень сильные в таких вот, как есть джипы-портетники. Ну, они были очень красивые, они были очень... Но это все было в пустыне. Как только они зашли в реальную землю, в реальную землю, где были народы, которые там жили, где были женщины красивые, где была земля, где были деньги и так далее, То есть они стали тут же забывать о своем настоящем предназначении. И, значит, они начали опускаться с этого высочайшего духовного уровня и постоянно съезжать со своей миссией быть народом священников. То есть они с этого как бы съезжали, они говорили, ну слушай, тут надо пахать, сеять. Какой священник? Ну куда? Надо же там... Ну, понятное дело, зарабатывать надо. И как только они спускались с этой системы, с этой ступени, сразу же на них насылались какие-то внешние сложности в виде филистимлян, в виде каких-то захватчиков, в виде каких-то болезней, ну и так далее. И они опять в этот момент, когда на человека нападают вот эти все трудности, он инстинктивно понимает, что он уже не может с ними справиться, он опять к Богу. Значит, опять к Богу, Бог говорит, ну отлично, значит начинается следующий этап. И опять, бах, только все хорошо, опять значит съехали. И так продолжалось до царя Давида. Царь Давид, это было уже после того, как евреи зашли из Египта в землю Израиля. Прошло уже к тому времени, как жил царь Давид, где-то около 800 лет. 800 лет продолжались вот эти вот качели, эпоха судей это называлась. То есть они все время, в каждом поколении съехали, поднялись, съехали, поднялись, ехали, поднялись. И так появился царь Давид. Значит, царь Давид, это не был первый царь в Израиле. Первый царь в Израиле был до него царь Шауль. То есть было как было. Народ, в конце концов, он написано обратился к пророку Шмуэлю. И говорит пророку Шмуэлю, мы не можем уже без царя, мы хотим быть как остальные народы. Мы хотим быть, чтобы у нас была уже структура, царство, вот нам нужен царь. Пророк Шмуэль говорит, ну как, не должен быть царь у Израиля. У Израиля есть только один царь, это Бог. Какой вам нужен царь? Они говорят, нет, нам нужен царь, мы хотим, чтобы был у нас царь. Ну, пророк Шмуэль очень расстроился, но обратился к Богу. Бог говорит, да, хорошо, значит, я тебе покажу царя, и нашли царя. Нашли царя, значит, тот, кого указал Бог, это был царь Шауль. Царь Шауль, он был из колена Беньямина. И он, значит, был очень, про него известно, что он был очень сильный, очень выдающийся человек, и очень скромный. Когда узнал он, что его хотят сделать царем, он убежал. Убежал и спрятался. Он не хотел. Но пророк, Бог указал, что ты будешь царем, и в итоге он согласился. Значит, он согласился, и возглавил он народ, собрал войско, и пошли, значит, против Амалеков. Амалек – это народ антиподня, народа Израиля. Амалек – это народ, который идет против Бога и против Израиля, как вместилище Бога, как народ священников. И вот этот вот Амалек, была война между Израилем и Амалеком, и царь Шауль победил. И был приказ уничтожить Амалека. Прям в Туре заповедь уничтожить Амалека, а не оставлять живых. Но царь Шауль, он был очень скромный человек, и в момент, когда народ, значит, сказал, давай, значит, захватим добычу, а нельзя даже добычу от них было брать. Овец там, потому что Амалеки, они владели колдовством, и они могли превращаться в животных, в овец и так далее. И был приказ уничтожить всех и животных, но царь Шауль, он решил царя Амалекского взять, оставить живых и, значит, казнить его в Иерусалиме. А животных он решил тоже взять этих овечек и принести в жертву. Так вот он, как бы, ну, потом, когда вышел пророк Шмуэль, и ему сказал, что ты не достоин быть царем Израиля, потому что ты проявил слабость. То есть это была слабость. Так, с точки зрения Бога, который он выразил через пророка, царь Шауль очень ошибся. Он очень ошибся, он не выполнил напрямую приказ Бога, поддался уговорам со стороны народа, и на это пророк Шмуэль от имени Бога сказал, что ты не достоин быть царем, ты не можешь быть царем, сейчас ты потерял свое царство. И потому что такой царь не может властвовать над Израилем. Интересно, что как-то, я не помню, то ли Голду Мэйер, то ли кого-то, английский премьер-министр, спросил, почему ей так тяжело принимать какие-то решения. Она говорит, вы понимаете, я, говорит, премьер-министр в стране, в Израиле, где живет, ну, на то время жило там 5 миллионов человек, и каждый думает, что он умнее премьер-министра. Да, и вот царь Шауль, он не мог, вот из-за этой своей скромности, он не мог быть царем в Израиле, и царь, пророк Шмуэль начал искать следующего, кто будет царем, и на царство помазал Давида, царя Давида. Царь Шауль, который изначально убегал от власти и не хотел быть царем, когда он уже стал царем и узнал, что Давида, ну, там, Давиду давали почести, он был очень такой преданный Богу человек, великий воин, который победил Голиафа, который никого не боялся, он был вообще, вот, ну, только вот, если вы знаете, псалмы Таилим, это 150 псалмов, это его молитвы, он никого, кроме Бога, не боялся, и никого, кроме Бога, вообще не признавал, это был такой царь Давид. И, значит, но Шауль хотел его убить, он хотел его, ну, то есть, вообще его преследовал, то есть, когда уже человек получает власть, очень редко, когда он готов ее отдать, то есть, он уже готов на все, лишь бы эту власть удержать. Есть во всей истории единичные случаи, когда люди, придя во власть, потом готовы были с нее спуститься. И этот феномен, мне рассказывал один человек, что слышал от польского известного ученого Бжезинский, есть такой ученый, да, Бжезинский, какой-то... Советник президента, да, поляк, да, и вот он ходил к нему на лекции, то ли в Колумбийской университете, то ли в какой-то, и он, этот Бжезинский, говорил, что когда человек получает власть, такую, как президент, премьер-министр, то есть, ну, в этот момент с ним происходят необратимые изменения личности, трансформации личности, то есть, мы не можем понять их мышление, но он прямо вот его слова передавал, говорит, необратимые изменения личности, когда человек понимает, что у него вот такая власть, он реально может казнить, миловать, начинать войну, заканчивать войну, тут у него армия, тут у него ракеты, тут у него тюрьмы, тут СБУ, ему сообщают все тайны, там, у него тайны эти разведчики, тут у него отряд туда пошел, отряд сюда, и у него от этого башню сносит, что как я такой великий, и вообще я могу там решать судьбы людей, и он говорит, в этот момент, когда человек поднимается на вот эту ступень, у него происходит трансформация личности, и он уже не готов, ну, с нее сойти, например, с этой ступени. И вот царь Шауль тоже был не готов сойти с этой ступени, но Бог так сделал, что во время войны погиб он, погибли все его сыновья, и царь Давид стал царем Израиля. Стал он царем Израиля, и царствовал он, я не помню, сколько лет он царствовал, по-моему, 40 лет он царствовал, из них 8 лет он царствовал над коленом Иуды, и 32 года над всем Израилем, по-моему, вот так было. Но самое здесь интересное, вот мы пришли к автору Мишли, к Шлома Меллаху. У него, у царя Давида, который был всю жизнь предан Богу, он был невероятно, ну, то есть, он вот каждой там секундой своей жизни он был с Богом, и никого не боялся этого галята, он убил, когда галят, огромный такой галят, ходил перед войском царя Шауля и кричал, ну, кто на меня. А у него был он почти трехметрового роста, полностью весь в броне, у него было, ну, там, копье, которое вообще никто не мог поднять, и еврейское войско, но никто не мог на него выйти. Он ходил, кричал, там всех позорил. Тут выходит царь Давид, он тогда не был царем, он был, пришел, он даже в армии не был, он пришел, он был пастух и пришел братьям, которые были в армии, принести котом еду, его послали. И тут он смотрит, а этот уже ходил там неделю, кричал против Израиля, против этого, да. И говорит, кто на меня? Он говорит, я, говорит. Сейчас что-то, говорит, животное ходит, позорит Бога, позорит вообще армию Израиля. Я на него, значит, дали ему кольчугу, а он был маленький, он был крепкий, маленький такой, рыжий. И, значит, на него кольчуга, на него кольчуга большая, не было кольчуди подходящих. Он говорит, мне кольчуга не нужна, я сейчас эту собаку, говорит, ее убью, ну, просто голыми руками. Но он вышел, взял пару камней, крутанул, у него праща такая была, и, значит, камнем прямо ему в лоб, тот упал, и царь Давид подбежал, ему отрезал голову. То есть, да, значит, вот такой был царь Давид. И вот он возглавил народ Израиля, он победил во всех войнах, он был, у него был отряд 400, спецназ 400, его было воинов, который был его, ну, самая близкая такая гвардия. И, значит, у него был такой момент, что он Богу сказал, он все время молился. У него было, Талмуд говорит, что он, например, вообще практически не спал. У него до полуночи, он бывало иногда еще дремал, с полуночи он начинал петь песни. Он, ну, то есть, он все время был в служении Богу. При этом он был раввин, то есть, он изучал Тору, он устанавливал законы, то есть, он все время был только вот связан с Богом каждую секунду своей жизни. Его даже не мог ангел смерти взять, потому что он все время изучал Тору, и ангел смерти в этот момент не может убить человека. Так вот, Давид Амеллах, он в один из моментов обратился к Богу и говорит, вот, я тебе служу все время, каждую секунду своей жизни. Но, говорит, почему ты называешься Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова? Почему ты не называешься Бог Давида? И на что ему Бог ответил, что их я испытывал, а тебя нет. И он очень удивился этому и говорит, ну, испытай меня. И вот Бог ему дал испытание с Батшевой, очень сложное испытание, где, вот, знаете, его испытание было такое, что куда ты не решишь, все плохо. И так, и так. И он в этом испытании, он принял несколько решений, и Бог ему показал, что все решения, которые ты принял, были неправильные. Но Бог так сделал, чтобы он не нарушил закон. Я не буду сейчас эту историю рассказывать. В общем, с Батшевой получилась очень сложная история. Царь Давид не прошел то испытание, которое попросил на себя. И отсюда мы учим, что нельзя у Бога просить испытания, нельзя говорить, я сильный, потому что, ну, потому что, может прийти такое испытание, которое не пройдешь. То есть, лучше не просить себе испытания. И, значит, Бог, Бог после этого испытания дал ему сына. И у них с Батшевой родился сын. Назвали этого сына Шлома. И вот, значит, ну, царь, царь Давид, у него было 18 жен. 18 жен, еще были наложницы. Много очень наложниц у него было. И, значит, с Батшевой он уже к старости не жил. Он вообще ни с тем уже не жил. И у него была девушка, которая, которая, написано, что она, ему было холодно. У него, он уже был старый, у него было очень холодно. И с ним какая-то молодая девушка жила, но он с ней не был женат. И не, как бы, она была девственница, и у нее было очень горячее тело. И она с ним жила, но они не были, как муж и жена, как покрывала. И тут, и тут, вот это очень интересная вещь. Значит, его сын от другой жены, Адония, он видит, что царь Давид уже старый, уже он пожилой, приближается к смерти. И он решил сделать сам себя царем. Он начинает подговаривать всех знатных людей. Он начинает ездить на колеснице, и перед ним бегут охранники, и сзади охранники, и он решает вопросы. То есть он начинает захватывать власть. И приходит пророк Натан, приходит пророк Натан к Батшеве, и говорит, смотри, говорит, сейчас Адония станет царем, и он убьет и твоего сына, а в то время было принято. То есть люди были тогда более зверстые, чем сейчас. То есть если заходил какой-то царь на престол, то он вырезал всех своих потенциальных противников. То есть целые там семьи, рода вырезались вообще не милосердно. И он ей говорит, пророк Натан, сейчас Адония станет царем, и убьет и твоего сына Шлома, и тебя. Значит, иди к царю Давиду, и скажи, что ты поклялся, что царем после тебя будет Шлома. А Шлома Малаку тогда была 12 лет. 12 лет ему было. Значит, она идет к царю Давиду и говорит, так и так, Адония хочет стать царем, и ты поклялся, что будет царем после тебя Шлома. В этот момент заходит пророк Натан и говорит, что сейчас вот Адония собрал всех знатных людей, и он хочет себя объявить царем. Царь Давид в этот момент говорит, все, давайте организовываем сейчас прямо церемонию коронования, и сейчас я передаю царскую власть Шлома. И он объявляет еще при жизни, что его сын Шлома будет царем после него, делаю царскую церемонию, и в этот самый момент все гости, которые были с Адония, они поняли, что, ну, куда идет дело, и они оттуда все разъехались, то есть этот Адония не объявил себя царем. Значит, и вот так царь Шлома в 12 лет становится царем. Он в этот момент начинает молиться, он начинает молиться и приносит тысячу олот, тысячу жертв, то есть он берет и тысячу коров зарезает и сжигает, приносит тысячу жертв Богу. И к нему во сне приходит Бог и говорит, что ты хочешь, что ты от меня хочешь попросить, чтобы у тебя там победу над врагами, деньги, долгожительство, что ты хочешь. И Шлома Мелла говорит, я хочу только одну вещь, только одна вещь мне нужна, я прошу, дай мне мудрость, дай мне мудрость, больше мне ничего не надо, только мудрость. И Бог дал ему мудрость, и дал ему самую высшую мудрость, до которой может дойти человек, ну и вместе с мудростью он получил победу над врагами, деньги, единственное, чего он не получил, долголетие. Он умер в 52 года, то есть он с 12 лет до 52 лет, 40 лет был царем, но он, ну получается, долголетие он не получил. Когда он получил мудрость, он вернулся в Иерусалим, это все было где-то рядом с Иерусалимом, есть всякие такие вот вокруг Иерусалима, святые места, в которых там, в которых, ну вот, проявляется Бог. Самое известное место это Храмовая гора, гора Амурия, там вокруг тоже есть разные Дихон, например, где короновали на царство, есть разные такие места. И вот он вернулся, написано, в Иерусалим, после того, как Бог ему дал мудрость, и он начал понимать язык птицы, язык животных, то есть он вообще у него стало, ну вот все ему стало понятно. Когда Бог дает мудрость, то он, что значит Бог дает мудрость? Он создал всю систему, и он дает человеку полное понимание, как все работает. Ишлом Амеллах, он был такой, вот он смотрит, и все понимает, вообще все ему было понятно. И он вернулся, написано, и сделал огромную трапезу, сделал огромный пир. И мы отсюда учим, что когда заканчивают трактат Тора, любой изучает, ну там трактат Талмуда, какую-то книгу заканчивают изучать, делают трапезу, пир, что как бы добавилось немножко мудрости, и это надо праздновать, то есть это стоит праздновать, когда человек становится мудрее. Вот, наверное, поэтому выпускной вечер, знаете, сейчас выпускной, но они, знаешь, они почему-то стараются на выпускном набухаться и лишиться мудрости. То есть как бы идет... И не только набухаться, и не только мудрости лишиться. И вот, значит, Шлома Мелак стал царем, и 40 лет он был царем над Израилем. Мудрость его была невероятная, то есть в его время не было ни одной войны. Он, что сделал, чтобы не было войн, он женился с семистами царицами, дочками, принцессами, дочками всех окрестных княжеств, губерний, там, Абуховская принцесса, там, Луганская, Славянская принцесса, Курская, Белгородская, 700 жен у него было. То есть он все вокруг страны, он обженился с ними. Поэтому он прожил 52 года. Поэтому он прожил 52 года, да. Последнее его было... Значит, после этого он сразу же начал строить храм. Семь лет он строил храм, и только потом начал строить себе дворец. Пока он не построил храм Бога, царь Давид приготовил все для храма, но он хотел построить храм, Иерусалимский храм, но Бог ему сказал, что ты пролил много крови, и ты не построишь храм. И царь Давид все подготовил для строительства храма, а строил его царь Соломон, Шлома Меллах. Семь лет он строил храм. И последняя его была жена на открытии храма. Он женился на дочке, как вот сейчас, например, президент Обама, у него есть дочка, а тогда был фараон. Порой это была... Египет была центральная держава, и он женился на дочке фараона, на египетской принцессе. Значит, к нему приезжали, например, царица Савская, известная история, проверить его мудрость. То есть, я слышал, Равыцкий Зильвер за царь, он говорил, что до нас дошли три книги Шлома Меллаха, которые он написал, у него был Руаха Койда, что есть три книги вошли в письменную Тору. Это Широ Ширим, Песнь Песней, это Мишли Притчи, и это Каэлит, Экклезиаст. Это три книги, которые вошли в письменную Тору. Но Шлома Меллах написал десятки-десятки книг по всем вопросам мудрости. То есть, он написал, ну, на то время, очень много книг, просто на поколение они были не нужны, и они не сохранились. И к нему приезжали со всего мира, со всего мира послушать мудрость, как, ну, то есть, он был такой, как лектор, можно так сказать. И он все время, все время он рассказывал вопросы мудрости. И царица Савская приехала тоже, задавая ему какие-то вопросы, он ответил на все ее вопросы, она, и все ему привозили дары. И написано, что в Иерусалиме на то время, в Иерусалиме на то время было, было серебро по цене камней. То есть, настолько это было богатое место, то есть, туда съезжались все деньги. И вот, значит, Шлома Амеллах, Шлома Амеллах, он, до нас дошли три его книги. То есть, понятно, что это самая высшая мудрость, которая только из мира. Широ Ширим я лично никогда не изучал. Это, это аллегория, это, это, такая, ну, очень-очень в ней, в Широ Ширим спрятаны очень глубокие вещи, и это мистика, это, ну, такие тонкие вещи, которые я лично не изучал пока и не понимаю. Это Широ Ширим. Теперь, Мишли, это практика вот взаимоотношений с этим миром. Каэлит, он написал уже в конце жизни, экклезиаст, все знают, это очень известная фраза, первая фраза Каэлита, это, это все эвэль эвэлим, все суета сует, все суета сует, прям, 7 раз он повторил, суета сует, все суета сует, и дальше он доказывает, что весь этот мир это суета сует, а в конце он говорит, сов давара, коль нишма, в конце концов говорит, все понятно, это латим терао, бога бойся, митсвата в тишмиру, заповедь его соблюдай, кизе коле адам, потому что в этом весь человек, нет никакого другого смысла в нахождении в этом мире, кроме как служить Богу и стать человеком с помощью этого служения Бога, ну, таким человеком, каким Бог его задумал, и теперь мы можем, как бы это было предисловие, что такое Мишли, и теперь, это просто первый пасук, он звучал так, что Мишли, Шлома бен Давида, притчи Шлома, сына Давида, царя в Израиле, вот мы теперь знаем, как бы, что в этом пасуге кроется, в одном, теперь дальше он объясняет, для чего, для чего он нам дает вот эти вот притчи, что он, какую цель мы, какую цель мы можем достигнуть с помощью изучения этой книги, он говорит, что эта книга, она поможет нам, Лидаат, Хохмау Мусар, познать, именно познать, ощутить, пощупать Хохму, это Тора, божественная мудрость, и Мусар, это система исправления качеств характера, Лидаат, это познать, то есть, если бы он теоретически объяснял разные вещи, мы бы не познали, а он в этой книге, он с помощью примеров, с помощью аллегории, с помощью таких вот, понятных, более-менее, жизненных ситуаций, сравнений, там, с муравьем, с еще чем-то, он нам даст познать вот эту вот мудрость, то есть, он сам, он точно знал, как все работает, но если бы он теоретически нам объяснял, мы бы не пощупали бы, и он говорит, а я вам дам пощупать, Хохму, вот эту божественную мудрость, с помощью которой Бог сотворил этот мир, это Хохма, то есть, Бог, как бы аксиомы, то есть, он выстроил все здесь очень четко, удивительно четко, как бы, все структурировано, а мусар, это исправление себя, исправление качеств, так, Леавин, Имрей, Бина, и он нам поможет еще развить такое качество в себе, Бина, Леавин, Имрей, Бина, значит, есть, есть у разума три свойства, Хохма, это знание, аксиомы, то есть, знание фактов, причем Хохма, здесь речь идет о божественной мудрости, которую нельзя угадать, вот интересно, кто сказал, что плохо убивать, кто сказал, Бог сказал, потому что, может и неплохо убивать, меньше народу, больше кислороду, ну, логично, если взять, по логике, нет, но если взять, актуально, спасибо, нет, если мы, если мы, если мы будем говорить по простой формальной логике, по простой формальной логике, то может вдруг оказаться, что, что можно убивать, так вот, Бог установил Хохма, это правило, что такое хорошо, что такое плохо, которые мы эти аксиомы придумать не можем, он так установил, теперь, бина, это понять вещь из вещи, то есть, это качество, которое на русском языке, можно было бы назвать, сообразительность, когда я не знаю, я не знаю, например, ну там, или креативное мышление, вот есть книжка, например, да, я могу догадаться, что в этой книжке примерно 200 листов, то есть, я не знаю, сколько мне листов, но я из... может, да, может быть 400 страниц, то есть, я могу догадаться до этого, да, откуда я могу догадаться, потому что, я когда-то держал другие книжки, может быть, но вот, на самом деле, в этой книжке знаете сколько страниц сейчас мы узнаем точно вот это это да вот сейчас то что я делаю узнать пощупать до убедиться это называется дат познания значит в ней написано что в этой книжке 368 страниц 368 значит в ней сто восемьдесят четыре листа я примерно там догадался сколько в не ну плюс-минус да так он нас научит ли авиным ребина то есть он здесь будет рассказывать всякие вот эти вот штуки про сообразительность и мы также научимся понимать слова сообразительности лаках от мусара скей и мы с помощью этой книги можем взять для себя мусара скей это исправить свой свое мышление на очень глубоком уровне на уровне постижения каких-то там глубоких тайн это называется мусара скей то есть свойства интеллекта когда я не могу пощупать например я в жизни когда не пощупаю электрон вообще мне про него расскажут но я могу его представить вот говорил этот самый энштейн говорил что но главное это вот то что есть у человека воображение да когда он может с помощью воображения там представлять какие-то вещи вот это вот мусара скей когда мы абстрактные всякие понятия интеллектом пытаемся их узнать и значит и эта книга поможет нам выстроить три вещи цедок справедливость мишпад это суд как судить как оценивать вещи умешарим и как приходить в каждом размышлении какому-то прямому среднему пути то есть это вот три вещи которые нам тоже добавят дальше эта книга предназначена для того чтобы латет липта им арма есть люди такие простой простодушные которые вот они мир воспринимают односложно ну вот как бы однослойно наивные наивные вот он там верит всему же по телевизору говорят вот он смотрит и верит на вверх в газете пишет например статья а вы знаете какая хорошая там ну там что-то хорошее он не замечает что это все даже не на правах рекламы а там все же ну прошито внутри прошито прям статья до продакт плейсмент она что-то продвигает какую-то идею так эта книга она даст вот таким вот наивным арма даст наивным добавит хитрости алина